Привет, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Поговорим сегодня о знаках Вселенной, о том, что происходит вокруг нас и как это на нас влияет. Потому что часто бывает, люди просто пропускают эти знаки. То есть мы что-то видим, чувствуем, что-то нам хоть хочет показать, что нам, например, это надо делать или нет. Но мы пропускаем это и идем дальше, и потом разочаровываемся или чувствуем, что мы поступили неправильно, что что-то сделали не так. Вот это чувствование, то, как я рассказывал про интуицию, вы могли в видео это посмотреть, если не смотрели, то посмотрите обязательно на моем канале. Вот это тонкое чувствование, когда вы знаете, куда двигаться. И это очень важно, это очень связано с пониманием себя. Наверняка многие читали книгу Паула Кэлли о знаках Вселенной, о том, куда двигаться, как. И когда вы это действительно знаете, вот пришло, вот это не просто черная кошка, перебежавшая дорогу, или, например, человек, который там что-то вам прям вот явно сказал. Это вот такое тонкое чувствование, когда вы, бывает, идете по дороге, да, и вам встречаются именно те люди, которые показывают вам путь. То есть вы встречаете того человека, который делает вам какое-то важное и нужное предложение. Или вы видите, как что-то, вот, ну, например, подсказывает вам, куда двигаться, а куда нет. Все это знаки Вселенной, то есть это все связано с тонким чувствованием. И оно появляется тогда, когда вы открыты миру, а мир открыт вам. И вот тут важно убирать те вещи, которые мешают, те негативные заряды, которые чувствуют, мешают вам чувствовать, которые приводят к закрытости, которые говорят вам, что вам это все не нужно, что вы, как бы, ну, понимаете? То есть это все, вот эти вот негативные вещи, которые внутри находятся, они как бы мешают чувствовать Вселенную. И когда человек открыт Вселенной, то он может легко идти сквозь это и чувствовать. То есть почему я, например, людям в процессинге помогаю убрать негативные заряды? Потому что они тянут человека куда-то, можно сказать, в ад, в преисподнюю. Они заставляют человека чувствовать негативные эмоции, и он закрывается от внешней Вселенной вот в этой какой-то ракушке. Не хочет выходить из нее, и ему просто, ну, вот эти все знаки Вселенной, они ему как бы, ну, никак, то есть они не дают ему возможности просто вот соприкоснуться. И это очень-очень важный момент, потому что когда вы чувствуете эти знаки, вы прям вот увидели, например, какую-то там, какой-то знак, вы прилетел, например, голубь к вам на окно, и это может для вас явиться очень яркой ассоциацией, что вы можете сделать в своей жизни. Или вы увидели, например, что-то совершенно другое, вам позвонил человек и сказал важную новость, сказал о том, что вы, например, можете поучаствовать в таком классном и хорошем проекте, как, например, помощь людям. И это вас воодушевляет. То есть каждый знак, он направлен на что-то. И если вы четко идете по своему пути, у вас появляется энергия, вы чувствуете, что вот это мое, а это не мое. Но это чувствование возникает тогда, когда вы очищаете себя. Вот я в процессинге, получается, очищаю, например, когда я соло делаю процессинг, я очищаю пространство вокруг себя. Когда я помогаю какому-то человеку очиститься, то я помогаю ему пройти сквозь эти тернии, то, что вот мешает ему, и дать ему возможность получить вот это состояние чистоты, когда он чувствует свою совесть, свою интуицию и знает, куда идти. И он тогда не пропускает эти знаки. То есть когда что-то происходит, он это воспринимает не с какой-то, не со страхом, не с какой-то надменностью, не игнорирует это, а воспринимает это легко, комфортно и идет за этим. То есть он чувствует, что вот, что хочет показать ему этот знак. И у него вот прям его процессор, да, его мозг, его ум помогают ему в этом. То есть помогают ему понять, что, куда двигаться, зачем. То есть жизнь как бы сама его ведет, ведет его по пути вот этому. И вот когда вы научитесь этому тонкому чувствованию, то вы будете как раз идти по жизни и использовать эти знаки в обладу. То есть вот сделайте практику. Посмотрите, вот какие знаки происходят в вашей жизни. То есть какие-то самые минимальные вещи, которые происходят вот буквально с вами каждый день. Встреча с каким-то человеком, разговор, то, что вы наблюдаете вокруг себя. Какие-то вещи, которые как-то могут поменять вашу жизнь. Какое-то письмо, которое к вам пришло, сообщение, известие. То есть прислушивайтесь к этому и чувствуйте, как вам взаимодействовать с этим. То есть нужно ли вам это осуществить или нет. Вот прислушивайтесь к своему вот этому тонкому чувству, интуиции и реализовывайте в соответствии с этими знаками. И вот посмотрите несколько дней, поделайте это и посмотрите, что произойдет в вашей жизни. То есть как ваша жизнь начнет меняться. Как вы будете идти за жизнью, а жизнь будет вам помогать. И, конечно же, чувствуйте, что идет во благо, а что нет. И тогда вы будете реализовываться и идти по своему пути, по своему жизненному пути, который будет приводить к вас к радости, счастью, благополучию. Сделайте эту практику и опишите, что у вас получилось. И можете выставить мне в комментариях к этому видео или личным сообщением. Мои контакты будут указаны под этим видео. Это то, что я вам хотел сказать сегодня. Если это видео вам полезно, ставьте палец вверх, это нравится. Колокольчик для напоминаний о новых видео, которые выходят на моем канале ежедневно. И, конечно же, если вы еще не подписались, то подпишитесь на мой канал. Поделитесь этим видео с вашими близкими друзьями. Это будет огромной благодарностью мне за то, чтобы и стимулом записывать новые видео. Сейчас появится парочка новых видео или уже появилось. Посмотрите их там о процессинге, о котором я рассказывал в этом видео. Вам счастья, друзья, удачи и до скорой встречи в следующем видео.